МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое интересное, что сложно вычислить хоть какой-то алгоритм недопуска. Отстраняется и опытный мастер шорт-трека Виктор Анн, и молодой конькобежец Павел Кулижников. Те, кто был на играх 2014, и кто там даже не стартовал, как, например, биатлонист Матвей Елисеев, доходят до того, что в парном фигурном катании Федора Климова включили в список приглашенных, а его партнершу Ксению Столбову нет. В Сочи при этом выступали оба. Здесь, я говорю, вообще не подъяснил подход. У меня такое ощущение, что подход убрать лидеров сборной команды России, чтобы мы не могли никаким образом повлиять на результаты командных, подведения итогов на немецких игр. А как по-другому объяснить тот факт, что в Пхенчхян не пускают юмецких биатлонистов Антона Шипулина и Евгения Гораничева, югорского лыжника Сергея Устюгова? В нашумевшем докладе Макларена о них не было ни единого упоминания. Но прописав правило «приглашаем в Корею кого хотим», Мок развязал себе руки. А страдают в этой ситуации не только спортсмены. Вишенкой же на торте стало очередное демократичное решение МОК. Зрителям запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Олимпиаде. Не то, что на соревнования, а даже и на тренировки. Понятно, кого это должно коснуться в первую очередь. Ощущение, что единственная задача МОК перед Олимпиадой сделать все, чтобы подтолкнуть Россию к бойкоту игр. Даже трудно предположить, сколько допинг-офицеров могло прилететь в областной центр, если бы в ВАДО смотрели в стритч чемпионата МХЛ между Тименским легионом и сибирскими снайперами. Это, конечно, шутка. Однако нельзя отрицать тот факт, что подопечные Владимира Гусева провели одну из лучших игр в сезоне. Благо, вместо запрещенных препаратов окрыляла их поддержка родных трибун. Которая практически не стихала во втором периоде. Его тименцы провели показательно, уступив стартовом отрезке 0-1. Легионеры в дальнейшем действовали на уровне, близкому к совершенству. Все началось с гола Александра Левакова на 26-й минуте. Где-то поборолись, морально подготовились как следует. Тренер нам объяснил, что надо брать эти очки, чтобы морально были готовы к следующим дальнейшим играм. Хозяева не только продолжили действовать не просто в атакующем ключе, а с позиции силы. Гости к такому повороту оказались явно не готовы. Григорий Воробьев и Александр Дзидаев и еще до перерыва сделали разницу в счете комфортной в пользу легионеров. В заключительные 20-ти минутки снайперы было пустились в погоню и даже оперативно отыграли одну шайбу. Но на этом их запал угас. Тюменцы же не выпустили бразды правления из своих рук. И Эдуард Чекмарев и еще раз зажег красный свет за воротами новосибирцев. Для меня это очень важно, потому что я, в принципе, один из старших в команде. От меня тренер просит, и от нашей тройки просит результат, поэтому неохота в их... Если ты ничего не сделал, в принципе, за 60 минут игры, ну, за 20, которые тебе дают, и не заработал ничего, не помог команде, там, вот эти полезных действий, никаких не сделал, ну, зачем ты тогда выходишь на поле, особенно если ты старший игрок в команде. Поэтому мне было очень... Мне помогло то, что я заработал, то, что имел. 4-2 в пользу подшефных Гусева. И неподдельная радость тренерского штаба после финальной сирены. Тюменцы прервали серию из 12 поражений подряд в очных матчах с новосибирцами. Первый раз в этом году обнялись, хоть наконец-то. До этого только так расходились, руку соперника жали, да и все. Ну, действительно радостно. Это здорово, такие эмоции, всегда радостно после игры переживать. Дай Бог, чтобы это все в этом ключе и продолжалось так же. Легионеры закончили серию домашних встреч. Теперь команда отправляется в Уфу, где 27 и 28 января скрестит клюшки с местным толпаром. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин